Всем привет! Всем, кто на этот раз не присутствует на лекции, смотрит ее, наверное, в записи, я надеюсь на это. Тема сегодняшней лекции это прикладные аспекты шифрования, то есть никакой большой теории про это не будет, курс вообще не про это. Более того, про криптографию тут надо больше изучать на математических дисциплинах. Итак, протоколы HTP и транспортный протокол, который называется TS, иногда его еще называют не очень корректно SSL. Что это такое? Для начала вспомним общую иерархию, она же модель оси, сетевого взаимодействия, в которой очень много уровней. На самом деле эта модель очень старая и в современном мире выделяют только четыре уровня, верхний из которых является уровнем процесса, который, в свою очередь, можно условно разделять на некоторые подуровни, не всегда это бывает осмысленно. И там есть уровень сеанса, к которому как раз относится протокол TS. Что это такое? Это дополнительный уровень абстракции, предназначенный для того, чтобы прозрачно шифровать какие-то данные. То есть, что происходит, когда вы подключаетесь к какому-то ресурсу по обычному протоколу HTP. Вы открываете сокет, подключаетесь к серверу и начинаете взаимодействовать в обычном текстовом виде. Если вы хотите, чтобы ваши данные не летали по сети в открытом виде, то нужно предварительно что-то сделать. Установить соединение, переключиться на протокол TS и затем уже поверх этого протокола TS передавать данные, которые будут уже шифроваться. Зачем? В целом нужна эта задача, шифровать данные. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить, когда вы сделаете обычный HTTP запрос куда-нибудь на example.com и при этом по обычному протоколу HTTP. Почему именно example.com? Потому что сейчас в интернете практически все перешло на протокол HTTPS, а example.com еще остался. Вот мы загружаем какие-то данные. Давайте посмотрим, что может узнать какой-нибудь взломышленник, который захочет что-то нехорошее сделать. Так, запускаем наш любимый Wireshark. Огромное количество взаимодействия, но давайте немножко его пофильтруем. Для этого выясним IP-адрес example.com и поставим фильтр только на интересующий нас домен. Так, IP-адрес меня интересует вот такой. Так, ладно, перезагружаем страницу и смотрим, что у нас отправляется. Во-первых, у нас отправляется некоторый HTTP запрос, который представляется обычным plaintext. Этот запрос, соответственно, можно найти в выводе Wireshark. В ответ нам тоже что-то отправляют и опять же Wireshark это все видит вот в таком замечательном виде. У меня о такой приватности данных речи не идет. Ваш провайдер имеет полный доступ к вашим данным. Ваш провайдер может в том числе эти данные модифицировать. Я как-то даже один раз столкнулся в реальной жизни с тем, что провайдер подсовывает какие-то данные до тех пор, пока протокол HTTPS не был распространен повсеместно. Банально московское метро с бесплатным Wi-Fi. Ну, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, соответственно, московский метрополитен вставлял в страничке, в свои блоки с рекламой, иногда даже что-нибудь ломал, страница просто развалилась. Ну, это один из примеров, зачем все-таки нужны любые данные шифровать, а не только данные, которые содержат киево-чистительные данные. Что можно здесь поделать? Мы можем использовать протокол HTTPS с буковкой. Так, что у нас здесь тогда будет происходить? У нас происходит обмен сертификатами. Ну и дальше какое-то взаимодействие, из которого мы, в принципе, никакие данные извлечь уже не сможем. При этом сам протокол HTTPS является текстовым, то есть можно запустить telnet, подключиться к какому-то удаленному серверу, вручную набрать команды get что-то там, номер протокола обычно в текстовом виде to HTTP 1.1 и получить ввод страницы. Если вы хотите использовать протокол SSL или HTTPS, то здесь уже можно использовать инструмент из фреймворка OpenSSL. Мы несколько раз еще будем сегодня обращаться к этому фреймворку. Это команда, у которой есть много других подкоманд, поскольку OpenSSL — это просто набор инструментов в одной подставки, и вот, в частности, s-client — это инструмент, который позволяет установить соединение с каким-то сервером, используя защищенный протокол HTTPS. Вот мы подключаемся с помощью OpenSSL к серверу Яндекса, происходит обмен шифрами, проверяется подлинность сертификата. После этого мы можем писать обычные HTTP запросы в текстовом виде и получать осмысленные ответы. Ну и вот этот вот вывод — это все страничка Яндекса. Немножко о том, как это все правильно называется. Очень часто этот протокол называют SSL, что не очень корректно, поскольку SSL — это проприетарный протокол разработанной компанией Netscape, и затем он был стандартизован, переименовался, соответственно, в Transport Layer Security, и вот именно стандартизованное международное название TLS является более правильным, в отличие от SSL, хотя идея на эту монитор. Есть разные версии. Последняя версия, которая повсеместно используется уже всеми браузерами, всеми серверами. Это версия 1.3. Подробного на версиях тут устанавливаться смысла не имеет. Как мы все-таки можем устанавливать защищенные соединения, учитывая, что у нас и так уже есть какие-то сервера, которые работают на определенных портах, и нужно, получается, выдавать какой-то другой контакт. Решается двумя способами. В случае с HTTP можно просто сделать отдельный порт для прослушивания защищенных соединений вместо 80-го. В некоторых случаях, например, в почтовых серверах тоже используется обычное текстовое взаимодействие, текстовая команда, и есть отдельная команда, которая инициирует переход в режим TLS со всем последующим ханшейкой. Зачем это все нужно? Ну, во-первых, нужно иметь возможность проверять, не вклиниваться ли кто-нибудь в ваше соединение. Тоже недобросовестный провайдер может быть, опять же, Wi-Fi рутер, может содержать какие-то закладки. Кроме того, данные нужно иметь шифровать, и вообще индустрия цифровых сертификатов, почему их повсеместно не вводили. Это был достаточно выгодный бизнес для ряда американских компаний, потому что для того, чтобы настроить свой сервер, работающий по протоколу HTTPS, вам нужно иметь подписанный третьей стороной сертификат. Цифровая прописка тоже стоит денег, но не так давно появился некоммерческий проект под названием Let's Encrypt, благодаря которому можно получать сертификаты подписанные, которые имеют не очень большой срок действия, но, тем не менее, они работают, они бесплатно. И вот именно с тех пор, как начали выдавать массово дешевые сертификаты и бесплатные сертификаты, практически весь интернет перешел на шифрованные соединения. на чем это все основа? Некоторые основы криптографии. Есть три класса криптографических алгоритмов, которые используются на практике. Самый простой, один класс, наиболее простой в использовании, это вычисление хэшей. Кто помнит из курса алгоритмов, что такое хэширование? Помните? Молодцы! Итак, напомню, что хэш-функция, это функция, которая принимает на вход какие-то достаточно большие данные произведенного размера и выдает какое-то скалярное значение. Обычно это число, причем число может быть с достаточно большой разрядностью, не обязательно 32-битное, может быть 128-битное, может быть 256-512-битное, но общий смысл в том, что это число имеет фиксированный размер. Особенность хэш-функции в том, что по вычисленному хэш-значению вы не можете обратно восстановить данные. Это, в принципе, невозможно. При этом для хорошей хэш-функции гарантируется, что хэш-значения от разных данных будут разными. Хэш-значения от одинаковых данных будут одинаковыми. Но это в случае идеальной хэш-функции. Ничего идеального в этом мире не бывает. И есть исследования, которые посвящены тому, чтобы найти какие-то уязвимости в хэш-функции, которые будут давать один и тот же хэш. И ситуация, когда вы нашли такие данные и хэши их совпадают, это называется компрометация хэш-функций. По этой причине хэш-функций существует достаточно большое количество. Хэши размером 128-бит уже не используются, потому что они уже давно скомпрометированы. Самый стойкий шифр, который на текущий момент пока еще не взломан, это SHI 512-бит. Есть еще некоторые хэш-функции, которые, в принципе, не нацелены на то, чтобы гарантировать уникальность хэшей для разных данных, для которых это не особо принципиально. Например, хэш-функции для проверки целостности данных. Алгоритм CRC32, который используется для контроля целостности файлов или вообще даже бит-четности, это тоже формально можно считать хэш-функцией. Хотя про него можно сказать, что он в половине случаев будет давать результат, который будет совпадающим с какими-то другими. Но зато он очень простой в железной реализации. Для чего нужны хэш-функции? Ну, во-первых, поскольку у нас результатом хэширования, неважно каких данных, является какое-то число, то это очень удобно для какой-то индексации в хранилищах, но банально ключи в базе данных, которые с очень высокой вероятностью будут уникальными. Могут быть использованы для проверки целостности данных. Например, если вы скачиваете ISO образ какого-нибудь Linux дистрибутива, то обычно рядом где-нибудь лежит файлик, который содержит хэш-значение для проверки того, чтобы правильный файл скачали из правильного места, потому что файлы бывают раскидываются по зеркалам, и мало ли кто что выложил на свое зеркало. Ну и плюс целостность, что файл действительно докачан до конца. Ну и в том числе хэш-значения могут быть использованы для авторизации с использованием паролей. Это немножко совсем не для всех очевидный момент, поэтому поясню на небольшом примере. Допустим, у нас есть пользователь под названием админ, и у него есть пароль qwerty123. Как можно хранить в какой-нибудь базе данных пользователей их пароль? Если мы будем хранить именно в текстовом виде qwerty123, а сверять их в текстовом виде, то очевидно эта система будет не очень безопасной, потому что сис-админ, который имеет админские права, либо вообще хоть кто-нибудь, кто возьмет копию этой базы данных, будет знать все пароли, что не очень хорошо. Как можно поступить? Мы можем этот пароль qwerty123 закодировать каким-нибудь специфичным образом, например, используя любую хэш-функцию, пусть даже не самую стойкую, например, md5. Вот мы получаем значение, да, вывод хэш-функции на практике, это просто строка, которая содержит 16-ти личную запись какого-то большого числа. Здесь 128 бит, соответственно, 128 бит это 16 бит, которые могут быть закодированы. Количество символов в два раза больше. Все, сейчас выводят строчку с переносом строки, да? Да, строчку с переносом строки, логично. Так, без переноса строк, теперь смотрите, вроде ничего визуально не поменялось, но хэш-функция у нас, хэш-значение, оно изменилось. Что мы можем сделать теперь с этим хэш-значением? Вот это хэш-значение мы можем теперь смело хранить. И вот из этих буквок и циферок обратно извлечь пароль qwerty123 мы уже никогда не сможем. Если мы опечатываемся пароли и пишем qwerty124, естественно, мы будем иметь другой хэш, и тем самым система авторизации может сверить сами хэши и принять решение о том, можно ли допускать какого-то пользователя или нельзя. Это вот очень простой и упрощенный способ, как организовать парольный уход в систему, на самом деле не идеальный парольный уход в систему, потому что у нас есть пользователь админ с паролем qwerty123, и, допустим, у нас есть пользователь под названием Вася, который имеет пароль qwerty123. Что вы можете сказать про этот пароль, глядя на эту базу данных? Ну, невозможно, а точно. То есть если у нас равны хэши, то можно сделать вывод о том, что они получены из одинаковых данных, и, соответственно, если вы хотите компрометировать систему, получить админские права, если вы видите, что хэш админского пароля совпадает с паролем некого Васи, то что можно сделать? Можно купить бутылку водки, поставить Васи, сказать, Вася, скажи-ка свой пароль, и этот пароль будет подходить к пользователю админ, что не очень хорошо. Поэтому, на самом деле, в реальных системах авторизации используют дополнительные сведения. Например, могут быть ID пользователя, логины или еще какие-нибудь рандомные данные, какие-то фиксированные рандомные данные, известные на стадии проверки. Добавляют их к исходным данным, подмешивают. Еще такая операция называется подсаливание исходных данных, для того, чтобы увеличить количество разных вариантов. Так, это один из примеров, когда осмысленно использовать критографические хэш-функции. Что еще бывает помимо хэшей? Помимо хэшей есть обычное шифрование с симметричным ключом. Как эта штука работает? У вас есть некоторые данные, которые разбиваются на блоки одинакового размера, и они кодируются с помощью некоторого блока данных, который называется ключ. Как правило, ключ имеет тот же самый размер, что в блоке данных, на который бьется весь поток, либо кратный ему. С помощью этого ключа происходят разные манипуляции над блоками данных. И вот важное отличие от функций хэширования, что на выходе мы получаем объем данных примерно такой же, как у нас был в исходных незашифрованных данных. И применяя этот секретный ключ в обратную сторону, мы можем данные декодировать. Примеры алгоритмов с симметричным ключом. Канонические, такие классические. Это родом из 70-х годов, по названию ДЭС. В принципе, этот алгоритм можно давать даже в качестве заданий на реализацию. Он не особо сложный. ДЭС – это американский, был еще советский по названию ГОСТ, очень похожий на ДЭС. Алгоритмы АЭС был уже чуть посовременнее. Ну, это американский, естественно. Есть еще алгоритм по названию Кузнеевича, который уже не советский, а российский. Полный список. Вообще, есть много разных алгоритмов шифрования. И в разных поставках, разных дистрибутивах OpenSSL, они могут различаться, количество поддерживаемых. Шифров. Команда OpenSSL – шифр показывает, какие шифры доступны конкретно в вашей реализации. Наиболее стойкие алгоритмы – это алгоритмы семейства АЭС, что означает разные циферки в названиях алгоритма. Это размер блока данных, которому применяются ключи. Размер блока, он… Да. Принципиально, это размер ключа, но размер блока… Насчет АЭС, да, согласен, что блок, по-моему, 256 бит все равно фиксирован. То есть, у нас есть размер ключа. Чем больше размер ключа, тем более стойкий. И еще есть разные варианты. Вот после названия АЭС, например, 256, CBC, ЕЦБ – это способы применения ключа к какому-то блоку данных. По умолчанию АЭС использует алгоритм АЭС-256CBC, который называется код блокчейнинг. Что это такое и как это влияет на кодирование данных? Способы применения ключа в рамках какого-то алгоритма к отдельным блокам. То есть, мы берем все данные, разбиваем их на равные куски и применяем ключ независимо каждому отдельному кусочку данных. Такой способ называется Electronic Code Book. Название, конечно, странное, но тем не менее устойавшееся. Чем такой способ хорош? Здесь мы можем закодировать какие-то большие объемы данных, а потом, если нам все данные не нужны, то можем просто указатель чтения прокрутить до какого-то блока в середине и прочитать только нужный наблок и его декодировать. Работает быстро. Чем такой способ плох? Плох тем, что он не учитывает возможность ситуации, что данные у нас могут быть похожими. И для того, чтобы сделать хорошее качественное шифрование часто используется немного другой подход, который называется шифр блокчейнинг, либо разные варианты, которые похожи на шифр блокчейнинг. После того, как мы закодировали очередной блок, результат закодированной данной, полученный на предыдущем блоке, мы используем по разрядной операции исключающего или для кодирования очередного блока. В этом случае нам нужен еще один начальный блок, который называется инициализационный вектор. Как правило, он получается из самого ключа. И как это влияет с точки зрения качества шифрования. Можно провести эксперимент, в GIMP сохранить пингвина в некотором формате, который не содержит заголовки, в обычном RAC формате, и закодировать его с помощью... Это один и тот же алгоритм AES, но просто один использует шифрование отдельными блоками, а другой использует информацию о соседних блоках. Ну и какие-то общие очертания пингвина все-таки можно разглядеть. Если мы на каждом блоке используем информацию от предыдущего, то здесь кто-нибудь видит пингвина на самой правой картинке. Но он тут есть. Как можно пользоваться в командной строке инструментами OpenSSL для того, чтобы закодировать какие-то данные. Итак, немножко запегаю в втором практике. Команда YENG с опцией "-шифрс", она просто выдает, какие есть у вас доступные шифры. Давайте сделаем какой-нибудь файл, который содержит секретные данные. И сделаем так, чтобы этот файл... Так, echo hello... А, я забыл написать кавычку. Так, вот мы получили файл hello.txt. Замечательно. Теперь мы сделаем следующий трюк. OpenSSL. Закодируем. Используем AES-256. Команда уже почти написана. Так, нас тут спрашивают про пароль. Ну, давайте это будет самый распространенный пароль QWERTY. Так, получилось. Теперь смотрим на содержимое нашего файла, который мы закодировали. Получаем какую-то абракадабру. Никакого слова hello здесь внутри не содержится. Он содержит какие-то бинарные данные. В том числе могут содержаться какие-нибудь непечатанные символы, типа slash0. Это вполне допустимо. При этом давайте мы еще раз повторим то же самое. Да. Теперь обратная операция, как это все декодировать. То же самое. Это инкодинг. У нас опция минус D. Сделать обратную операцию. Обязательно нужно указать, какой алгоритм шифрования мы используем. Имя входного файла. Ну, входного файла я указывать не буду, потому что я знаю, что результат должен быть текстовым. его можно вывести на экран. Так. Вводим пароль qwerty. Получаем строчку hello. Теперь все то же самое. Но вместо qwerty я наберу afdf на клавиатуре. Получаем бабах, ошибку. Решифровка не удалась. Еще один трюк, связанный с криптографией, заключается в добавлении соли. На что она влияет? Еще раз кодирую файл. С тем же самым паролем qwerty. Ну и давайте посмотрим на полученный файл. Есть файл, размером 32 байта hello. Также файл, размером 32 байта, это еще раз закодированный файл, который содержит строчку hello, закодированную паролем qwerty. Так. Являются ли эти файлы одинаковыми? Ну и поскольку у нас всего лишь 32 байта, поэтому можно воспользоваться hexdump. Так. Что мы здесь видим? Ну, какие-то байтики у нас различаются. Если я сделаю еще один зашифрованный файл, полученный из того же самого исходного файла и с тем же самым паролем, я опять получу файл, который будет отличаться. Это следствие того, что в файл добавляются случайные данные для того, чтобы усложнить процесс декодирования. Эти случайные данные называются солью. И, в принципе, в Канаде OpenSSL можно эту соль указать самостоятельно. 0 – это 8 байт, 0 – можно задать в 16-ричном виде. И соль, в отличие от ключа, она явным образом хранится в самом файле. То есть, если вы видите содержимое файла в текстовом виде, то будет строчка, которая называется solted, подчеркивание, дальше какие-то байтики. В Hexdump можно наблюдать 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8. Эти самые 8 байт. То есть, цель соли не скрыть ее, а просто добавить какую-то рандомизацию в определенные данные. На самом деле, использование соли не является обязательным. И если нет строки, начинающихся в соусе, подчеркивание, то алгоритм AES просто солью не будет использована. Чем плох механизм шифрования симметричным ключом? Плох он тем, что мне приходится вводить пароль QWERTY как для шифрования, так и для расшифровки. На самом деле, ключом может быть не только пароль. В 256 бит можно запихать достаточно большие данные, не только текстовые. Но ключевая проблема заключается в том, что пароль нужно как-то все-таки передать тому человеку, который будет данные расшифровывать. И это бывает не всегда возможно. И поэтому в интернете используется немножко другой способ. Это шифрование пары ключей. Один из которых является публичным, а другой является приватным. Они генерируются одновременно и являются неотъемлемой частью одного большего ключа. Публичный ключ обычно используется для того, чтобы данные можно было зашифровать, но он не пригоден для того, чтобы их расшифровать. Поэтому его можно смело передавать, публиковать. Ничего страшного не произойдет, если он попадет в ненадежные руки. Приватный ключ нужен как раз для расшифровки. И приватный ключ в принципе никак невозможно получить из публичного ключа. Поэтому шифрование достаточно надежно. Примеры таких алгоритмов это американские РСА. Есть российский аналог, называется ГОСТ. Ну и более современные алгоритмы. Это свои подписи, основанные на мат-аппарате электрических кривых. Где применяется шифрование с открытым ключом? Практически везде. Начинают протоколы HTTPS и в том числе протоколы SSH. Как работает это шифрование? Допустим, есть гражданка Элис, которая хочет передать товарищу Бобу какие-то секретные данные. При этом есть одно важное дополнительное ограничение. Элис и Боб не могут лично пересечься и передать какой-то ключ. И не могут использовать никакой подочный канал связи для того, чтобы ключ передать. Ну, банально. Познакомились в Тиндере. Элис хочет отправить там нюйцы и не хочет, чтобы нюйцы разошлись по всему интернету. Что тут можно сделать? Боб может сгенерировать пару ключей. Приватный ключ, который он оставляет у себя и держит в надежном месте, чтобы никто не дай бог не утащил. И публичный ключ. И этот публичный ключ Боб переводит Элис. Затем Элис шифрует данные, используя ключ Е, который передал ей Боб. И отправить данные зашифрованные. Затем Боб применяет этот самый ключ D, который он Элис вообще не показывал. Но этот ключ возможен для того, чтобы расшифровать данные. А Элис при этом, кстати, данные расшифровать не сможет. И если она исходник потеряет, ну, не судьба, значит. Как этим можно воспользоваться на практике? Во-первых, нам нужно сгенерировать пару ключей. Для генерации пары ключей используется под командой GEN RSA. Так, OpenSSL GEN RSA. Указываем имя выходного ключа и его размер. Размер указывать не обязательно. По умолчанию 2048B. Вот у нас загенерирован файл, который содержит пару ключей. И из этой пары ключей мы дальше можем извлечь его публичную часть. На самом деле, чем больше ключ, тем, казалось бы, лучше. Давайте сделаем ключик размером 4 килобайта. Вот он чуть дольше генерировался. Можно сделать еще больше. Медленно. Я всего лишь два раза увеличил ремонт ключа. Обратите внимание, как медленно он генерируется. А если я скажу сделать ключик размером, например, 65 килобайт. Точнее 65536 байт. О! Вот 8 килобайт я дождался. Если я скажу ключик побольше, то до конца пары, наверное, мы этого не дождемся. Итак. Вот мы сделали пару ключей. Затем отсюда надо извлечь его публичную часть. Так. RSA. Имя файла. Это наш приватный ключик. Текстовый файл для перевода и операция под командой RSA. можно опубликовать публичный ключ. Вот у нас появился ключик рядом, который называется public key. Все. Этот ключик мы теперь можем передать какому-нибудь товарищу. Товарищу Элис. Элис. Дальше. Товарищ Элис может сделать теперь команду open SSL. RSA UTL. Да. Страшно выглядит. Так. Емкрипт. Так. Используя публичный ключ. Inkey. Так. Это public.key. И входные данные. Файл назывался hello.txt. Запишем что-нибудь. Типа out. И привод RSA. Open. Так. Мы получили файл hello.rsa. Ну давайте теперь его расшифруем. Open SSL. Под командой RSA UTL. Decrypt. Так. Для этого нам уже требуется наш приватный ключ. Мы получили декодирование того текста, который захотели. Так. Еще один эксперимент. Давайте мы теперь поменяем наш приватный ключ на публичный. Ошибка. Сделать это мы не можем. Так. Какие у нас есть еще ограничения? Допустим, мы хотим зашифровать какой-то большой объем данных. Так. Вот слово hello, оно неинтересно, потому что здесь, ух, всего это пять символов, плюс символы переноса строки. И он заведом меньше, чем размер ключа. Ну, можно, например, сделать... Chilita Cat. 151 кБ, нормально. Так. Теперь шифруем какой-нибудь большой файлик. Так. Для этого используем публичный ключ. File.slashcat. И получаем ошибку, что для данного ключа размер данных слишком большой. Это существенное ограничение алгоритма РСА, потому что мы не можем закодировать данные больше, чем размер ключа. А как можно все-таки использовать эту схему? Все-таки полезная схема. Казалось бы, очень красивая. Вариант первый. Можно просто побить данные на независимые кусочки, шифровать их отдельно. Чем это плохо? Мы получаем ту же самую ситуацию, что с ECB-пингвином. И подход, который на самом деле используется на практике, это совместное использование алгоритмов с открытым ключом и симметричным ключом. Что на самом деле и происходит в браузерах. То есть, на самом деле браузеры, сначала используя алгоритм РСА либо эллиптические кривы, производят, удостоверяются в том, что, во-первых, нужный сервер действительно является нужным, а затем генерируется случайно ключ по алгоритму АЭС, для алгоритма АЭС, и уже этот ключ передается с использованием алгоритма РСА. Они дальше используются. Так, какие здесь могут быть проблемы? Вот хорошо, Эллис умеет отправлять на улицы Google, но при этом Боб должен был как-то через открытый канал связи опубликовать свой публичный ключ. И если использовать ненадежные каналы связи, то этот ключ может быть кем-то перехвачен. И что может сделать какой-нибудь нехороший человек, используя публичный ключ Боба? Какой-нибудь нехороший человек может закодировать какие-нибудь фейковые данные и отправить Бобу. Моб будет честно думать, что эти данные ему прислали Эллис, поскольку ключ отправлял он только Эллис. Ну и тем самым может не увидеть никакой разницы. Как эту проблему можно решать? Здесь нужно удостовериться, что Эллис – это действительно Эллис, которая… А не кто-то, кто себя за нее выдает. И должен быть третий человек, которому все доверяют, который может сказать, что Эллис – это действительно Эллис. И подписать, например, какой-то ее ключ. Для этого используется сертификат публичного ключа. Что это такое? Это сертификат, который выдается какой-то сторонней компании. И этот сертификат удостоверяет, что ключ, который вам прислали, он действительно является Валид. То есть, когда вы подключаетесь к какому-то серверу по протоколу HTTPS, то вы можете наблюдать, что у сервера есть какой-то сертификат. Он имеет определенный срок годности. И этот сертификат выпущен в какой-нибудь конторе типа Semantic, Komodo, либо Let's Encrypt. Немножко подробнее про ключи. Итак, Эллис хочет отправить любую данные. Для этого можно воспользоваться некоторым традиционным центром, который точно так же сначала генерирует пару ключей – публичный и приватный. Этому центру все доверяют. И его публичный ключ доступен всем участникам взаимодействия. Эллис хочет отправить какие-то данные Бобу, но хочет сделать так, чтобы Боб мог убедиться, что это действительно Эллис. Для этого Эллис генерирует пару ключей и свой публичный ключ отправляет авторизационному центру. Авторизационный центр вычисляет хэш-значение, которое является уникальным, естественно, для разных данных. Он вычисляет хэш-значение для публичного ключа и затем шифрует это хэш-значение, используя свой приватный ключ. Естественно, авторизационный центр не должен выдавать, никак светить свои приватные ключи. И вот этот подписанный зашифрованный сертификат доступен и Эллису, и Бобу. Соответственно, как Боб может выясниться, что действительно правильный человек отправил данные. Он может использовать публичный ключ для того, чтобы расшифровать этот сертификат и удостовериться, что ключ действительно был выпущен Эллисом, что хэш совпадает. Ну и как-то все выглядит в реальности. Когда устанавливаете ТС-соединение, сервер присылает сертификат клиенту. Дальше. Клиент проверяет сертификат, используя базу данных корневых сертификатов. То есть в каждом браузере вы можете найти список сертификатов. Иногда в некоторых системах это можно найти не в настройках браузера, а в настройках самой операционной системы. То есть множество сертификатов, ключей, которые доступны всем приложениям, а не только одному конкретному браузеру. После этого клиент генерирует пару ключей уже для текущего сеанса, отправляет серверы и начинается взаимодействие. Что такое корневые сертификаты, где их можно взять? Корневые сертификаты обычно соответствуют каким-то организациям, которые подписывают другие сертификаты. И раньше надо было платить достаточно большие деньги, чтобы ваш сертификат подписала какая-нибудь компания, удостоверяющая центр. В то же время, даже если вы заплатили большие деньги за свой сертификат, это еще не значит, что всегда можно вам доверять. Периодически бывают скандальные утечки, из-за чего приходится отзывать очень много сертификатов. Выпускать экстренные обновления к браузерам. Редко, но бывает. Второй возможный вариант, если вы не хотите вообще никому доверять, либо против нас ввели санкции и никто не хочет подписывать наши сертификаты, то можно просто выпустить свой корневый сертификат, добавить его в браузеры всех ваших потенциальных клиентов, всех ваших сотрудников и считать, что вот этот сертификат, в котором вы подписываете свои веб-ресурсы, тоже надежный, но для определенного круга лиц. В общем-то у нас государство, но сейчас то же самое происходит с госуслугами. Браузер Яндекс содержит дополнительные сертификаты. Ну и еще один способ, как можно подписать свой сертификат для своего сервера. Есть бесплатный сервис Let's Encrypt. Замечательно тем, что там практически ничего не нужно делать. Просто ставим через APT, GET или еще что-нибудь команду по названию CertBot, запускаем и все, пользуемся счастьем. Очень простой механизм получения сертификатов, упрощен настолько, что проще некуда и грех им не воспользоваться. Что такое сертификат, то есть что делает удостоверяющий центр? Удостоверяющий центр на самом деле это не просто контора, которая на лево и направо всем раздает сертификаты, подписывает. Вовсе нет, нужно удовлетворять некоторым минимальным требованиям. В случае с Let's Encrypt нужно подтвердить, что вы действительно получаете сертификат на тот сервер, для которого запрашиваете. Для этого нужно с правами ритуа, либо с правами того пользователя, который имеет доступ на запись в каталог вашего веб-сервера. Запустил CertBot, он скачает с Let's Encrypt какие-то данные, которые нужно будет обязательно положить на ваш сервер, дальше с вашего сервера по доменному имени. Эти данные получаются, тем самым происходит проверка, что вы действительно не на условный Яндекс.Ру пытаетесь сертификат получить, а на свой сервер. И это считается достаточным для того, чтобы подтвердить, что действительно вы являетесь в лево сертификат. Более серьезные конторы могут выполнять дополнительные проверки, например, потребовать ваши паспортные данные. Так, ну и сертификат дальше просто прописывается к веб-серверу Apache, либо Nginx, кому что больше нравится. И стандартная практика сейчас является то, что на 80-м порту делается простая переадресация, то есть код возврата 301, мы используем редирект на новый URL, который отличается от исходного только наличие буковки S в названии протокол. Так, ну и сегодня я вам показывал использование команды OpenSSL. На самом деле пакет OpenSSL содержит не только одну команду с кучей возможностей, это еще и библиотеки, которые в том числе можно использовать в своем программном продукте. И OpenSSL на самом деле используется практически как стандарт де-факто. Во многих продуктах для него, естественно, есть уже готовый написанный CMake-модуль, есть сберки под Windows, в общем, все хорошо и все замечательно. Точнее, почти все хорошо и все замечательно, если не считать того, что исходный код OpenSSL, он не самый аккуратный. И это обнаружилось в 2014 году, когда выяснились подробности бага по названию HardLead в этой библиотеке OpenSSL. Начали проводить аудит, но выяснилось, что очень много написано коровыми руками. И был создан альтернативный проект Fork OpenSSL, из которого выкинули много легоси. Называется он LibraSSL. С точки зрения программного интерфейса, с точки зрения сигнатуры команд, они практически совпадают. И в некоторых дистрибутивах есть даже возможность выбора, из какого пакета ставить OpenSSL. Либо из настоящего OpenSSL, либо из пакета LibraSSL. Ну и, соответственно, там есть несколько библиотек, которые можно также использовать из своего сишного кода. LibraSSL, на самом деле, немножко хуже OpenSSL в плане количества поддерживаемых алгоритмов. Но основные алгоритмы там все равно реализовал. Так, на этом все. Есть ли у вас вопросы? Вы ранее сказали, что нельзя в мире использовать публичные сишинства с приватного и наоборот. Кажется у вас, если использовать ключи в другом порядке, мы получаем еще один довольно простой нефимитный постик? Невозможно, но. Так, ладно, еще вопросы есть. Ну, если нет, тогда лекция закончилась. Продолжение следует... Продолжение следует...